Подошедший к концу июль прошел в атмосфере пустых разговоров о перспективах мирных переговоров между Россией и Украиной. Выглядит это со стороны Киева, как попытка потянуть время. Украинская сторона явно ждет очередных жестов доброй воли ради перспективы прекращения огня. По идее, первым делом следовало бы отменить указ, запрещающий любые контакты с Москвой, но этого не происходит. Также неясно, зачем России мирные переговоры именно сейчас. На фоне всего этого война в воздухе не прекращалась. Противоборствующие стороны ежедневно наносят удары беспилотниками и ракетами по тылам противника. Ну а в странах НАТО продолжается подогрев военных настроений и прямая подготовка к войне с Россией. Общественное мнение западных стран готовят к срочной службе, мобилизации, а также сокращению социальных расходов. Прежде чем продолжить сводку, хочу поблагодарить всех своих подписчиков, что продолжают поддерживать канал Армии Блог на Бусти. Специально для них регулярно выходят эксклюзивные видео. К примеру, на днях я рассказал о противокорабельной ракете П-800 «Оникс», что периодически применяется по украинским объектам. Ссылка в описании под видео. На Херсонском направлении все ограничивается столкновениями в островной зоне, охотой за лодками со спецназом и взаимными ударами дронами-камикадзе. В настоящий момент здесь схлестнулись две школы дроноводов, что мешает любым серьезным действиям пехоты. На Запорожье, в районе Работина и Северо-Западни Вербового, не прекращаются позиционные бои с использованием средств дальнего поражения. На Времевском направлении линия фронта колеблется незначительно. Украинские ресурсы заявляют о накоплении российской армии крупных сил для удара у гуляй-поля. 23 июля россияне, развивая ранее достигнутые успехи, закрепились примерно в одном километре от трассы Углидар-Константиновка. Таким образом, она взята под огневой контроль, что усложнило логистику украинской обороны. Углидар является маленьким шахтерским городком, но при этом получил стратегическое значение. За время полномасштабной войны российская армия до этого момента уже два раза пыталась взять штурмом данный город. На Донецком участке фронта российские штурмовики додавливают остатки украинского гарнизона на северных окраинах Красногоровки, бои за которую идут уже не один месяц. Долгое время украинцы там были, по сути, в оперативном окружении, что вынуждало их сдавать позиции. Причем это уже третий за год город-крепость, который россиянам удалось нейтрализовать. После перелома в боях в Красногоровке наступил черед Максимильяновки, где россияне заняли около трети села. В районе Очеретина российские войска заняли населенный пункт «Прогресс», после чего взяли в оперативное окружение два украинских батальона в районе села Волчья. С чувствительными потерями украинцам все же удалось выйти из едва ли не образовавшегося котла. После чего российская армия продолжила вбивать клин в так и не сформировавшуюся до конца оборону. Быстрым рывком продвинулись более чем на два километра и фактически вышли на окраины Ивановки. Затем украинские военнослужащие утратили контроль над восточной частью Веселого, продолжая ежедневное отступление. Российские подразделения также смогли выйти на окраины поселка Желанное. Кстати, 31-я механизированная бригада украинской армии, что находится на данном участке, является одной из тех, что создавали инструктора НАТО под прошлогоднее контрнаступление. Причем была в первом эшелоне и атаковала в районе Великой Новоселки. И вот спустя год она снова терпит неудачу. 27 июля российские войска взяли под контроль населенный пункт Лозавадская, подойдя затем к Тимофеевке. Теперь россияне могут обойти с севера реку Волчья без необходимости ее форсировать под огнем противника. Наступление западнее Авдеевки теперь идет на фронте шириной более 17 километров от Лозавадского на севере до Карловки на юге. Торецкое направление в июле стало для украинцев крайне опасным. Причем сразу в нескольких местах. Во-первых, российские войска заняли населенный пункт Юревка. Это позволило подтянуть ближе к переднему краю минометы и операторов FPV-дронов, для того, чтобы в дальнейшем было полегче дожать Нью-Йорк. Контроль над ним позволит выйти с юга на Торецк, на который и так уже давят с востока. А именно российские штурмовики смогли продвинуться внутри городской застройки в Железном, он же Артемова, и выбить противника из нескольких важных опорников. Стоит упомянуть, что украинцы в районе Очеретина и Торецка уже потихоньку вводят новейшие бригады, номера которых начинаются со 141. Они прошли подготовку в Европе и по идее должны стать костяком грядущего нового украинского контрнаступления. В Часов Яре идет расширение зоны контроля российских войск у Калиновки. Сообщают, что на участке местности, где водоканал «Северский Донец-Донбасс» проходит под землей, россияне уже действуют западнее этой линии. В частности, штурмовики 98-й воздушно-десантной дивизии зашли в микрорайон «Новый» и зачистили первую линию домов. На северском участке фронта, ранее не отличавшимся высокой интенсивностью боестолкновений, как гром среди ясного неба, прогремела новость о потере украинцами Ивана Дарьевки. Произошло это 19 июля. Медийная освещенность данного района с обеих сторон весьма сдержанная, что порой приводит к отсутствию точных сведений о конфигурации фронта. Данное успешное наступление смогла совершить 123-я мотострелковая бригада. До окраин Северска, являющегося важным укрепрайоном украинской армии, остается менее 7 километров. Формируется плацдарм для дальнейшего наступления с юго-восточного направления. В районе Кременной россияне продолжают расширять зону контроля у сел Невское и Макеевка. Что примечательно, украинцы перебросили для сдерживания данных окрестностей 27-ю отдельную бригаду Национальной гвардии. Она специализируется на охране и конвоировании заключенных. Какова ее эффективность в открытых стрелковых боях и артиллерийских дуэлях за посадки и высоты, догадаться несложно. Северняя армия России взяла под контроль населенный пункт Розовка. Также подразделения 1-й танковой армии вошли в населенный пункт Стельмаховка с юго-востока. И таким образом приступили к его штурму. Одновременно с этим украинцы потеряли контроль над селом Песчаное. Наступление российских войск у сел Берестовое и Песчаное сформировало выступ фронта глубиной 10 и шириной 8 километров. В Харьковской области вооруженные силы России восстановили полный контроль над селом Глубокое. В Волчанске же тем временем идут встречные бои в районе многоэтажной застройки. По итогу стоит отметить, что вооруженные силы России сохраняют инициативу. На ряде направлений с тяжелыми боями идет медленное, но неотвратимое продвижение. Имея большую огневую мощь, россияне решают долгосрочную задачу истощения украинской армии. Однако изменившийся технологический уклад войны не позволяет полностью реализовать все преимущества российских войск для быстрых прорывов линии обороны. В то же время вооруженные силы Украины, несмотря на полную зависимость от НАТО, ведут организованную оборону на всем протяжении фронта, нанося серьезнейший экономический ущерб России, проводя всеобщую принудительную мобилизацию, восполняя потери в людях, которыми Киев затыкает нехватку вооружения и техники. В Украине стоит задача отстоять максимальное количество территорий для будущих переговоров, на которые по замыслу украинских властей пойдет Россия после истощения ресурсов. В настоящий момент позиция для призрачных переговоров у России сильнее, благодаря заслугам армии на фронте, но явно недостаточно для полной и безоговорочной капитуляции Киева. Причем дальнейший вопрос поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов сейчас лишь варьируется в объемах средств. Полное прекращение поставок не предвидится, как и не предвидится окончание войны. Не забудь, при желании поддержать мой канал небольшой копеечкой на Бусти, бонусом ты получишь эксклюзивные видео. Чтобы знать еще больше самых интересных и важных новостей, обязательно вступай в мою группу ВКонтакте. На всякий случай подписывайся на мой Яндекс.Дзен и другие платформы. И про мой второй музыкальный канал не забывай. Все ссылки в описании под видео. Ну а с вами был Хардастер. Всем мира и процветания!